В преддверии Дня Республики, ежегодно отмечаемого в нашей стране 28 мая, продолжают поступать поздравительные письма мировых лидеров в адрес президента Азербайджана Эльхама Алиева. Главы США, России, Китая, Великобритании, Германии, Египта и многих других стран, выражая свои поздравления в связи с национальным праздником Азербайджана, желают нашему народу дальнейшего развития и процветания, пишет Калибр Ас. Особые поздравления в адрес народа и государства Азербайджана доставил лично посетивший Баку глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. На встрече с президентом Азербайджана он поздравил нашу страну с победой в Карабахской войне. При этом он подчеркнул и личную заслугу Ильхама Алиева. Мы верим, что вы сыграли историческую роль в освобождении азербайджанских земель. И поздравляем вас. Подобное поздравление со стороны главы внешнеполитического ведомства страны, являющейся нашим южным соседом, имеет особое значение с учетом многолетних политика пропагандистских манипуляций Армении в связи с Ираном. Практически с момента распада СССР именно Иран выступает дорога жизни для Армении, которая оказалась в состоянии изоляции из-за своей продлившейся почти 30 лет политики оккупации территорий Азербайджана. Иран все эти годы пытался поддерживать некий баланс в своих отношениях с Азербайджаном и Арменией. Однако уже сам по себе этот факт, существенно различавшийся с примером Турции, которая закрыла свои границы с Арменией в знак протеста против оккупации ею азербайджанских земель, Ереван пытался использовать для преподнесения своего диалога с Тегераном как стратегического и союзнического. Подспудно такая линия армянской стороны была направлена на провоцирование проблем в отношениях между Баку и Тегераном. Собственно, этим пакостничеством Армения пытается заниматься и все последние месяцы, прошедшие с момента освобождения Азербайджаном своих территорий по итогам 44-х дневной войны. Сейчас, когда регион стоит на пороге исторического транспортно-коммуникационного разблокирования, Ереван, недовольны перспективой создания Загизурского коридора, ищет некую лазейку для своих надежд в позиции Тегерана. Тегерана, который, как уверяет армянская сторона, обеспокоен, дескать, усилением позиции Анкары на Южном Кавказе и перспективой транспортного соединения Турции с Азербайджаном посредством Загизурского коридора. Однако проблема для Армении заключается в том, что и в период 30-летней оккупации Карабаха, и тем более сейчас, после того, как азербайджанская армия сокрушила армянских агрессоров, Баку в реальном и перспективном контексте, был и является ключевым региональным партнером Ирана. Армения не представляла вчера и не представляет сегодня никакой реальной партнерской ценности для Ирана. Подтверждением чего служит уже хотя бы тот факт, что за все предыдущие десятилетия Армения, даже до факта контролируя азербайджанские территории, включая и значительную часть нашей границы с Ираном, не смогла реализовать ни один сколь-нибудь значимый совместный проект с иранской стороной. В настоящий же момент Иран должным образом признает построенные реалии на Кавказе, обусловленные блестящей победой Азербайджана. Победой, которая имеет принципиально важное значение для Ирана не только с учетом освобождения Карабаха от армянских оккупантов, но и восстановлением нашим государством своего полного контроля над границей с Ираном. Поэтому Иран и выражает в столь демонстративной форме свои поздравления по случаю достигнутой Азербайджаном военной победы. Более того, в полном соответствии с собственными интересами, Тегеран выражает готовность к дальнейшему расширению и укреплению своего сотрудничества с Баку. Благо, для этого, действительно, имеются весьма широкие перспективы. Не случайно, Иран изъявляет желание принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. А Азербайджан вновь подтверждает свое стремление к взаимодействию с Ираном как с братской страной, не только в плоскости двусторонних отношений, но и в контексте развития многостороннего сотрудничества в постконфликтном регионе. В рамках инициированной Баку интеграционной платформы в формате 3 плюс 3.